Это видео сегодня стало достоянием всех интернет-пользователей. В нем молодой человек, прежде чем предаться любовным утехам, ведет с девушкой диалог с целью уличить педагога в занятии проституцией. Далее девушка уточняет, что обучает маленьких детей. И действительно, на сайте детского сада «Солнышко» представлен профиль музыкального педагога, похожего на Анастасию Монпансье. Кстати, имя совпадает. Других же воспитателей информация о возможном занятии коллеги застала врасплох. Однако заведующей детсадом Инны Григорьевны на месте не оказалось, как и самой Анастасии. Девушка сейчас сдает сессию в Калининграде. Но о пикантной ситуации руководство уже в курсе и пока не торопится с выводами. Ведь за 10 месяцев работы в ее адрес не было ни одного нарекания. У нас только положительная информация, потому что у нас человек, вот она у нас с прошлой весны работает. Все свои должностные обязанности выполняют. В полном объеме. Дети рады. Сотрудники рады. У нас только положительная информация. Не переживай. Семьем, наверное. Сейчас девушка удалила свою страницу из соцсетей. Однако известно, что и прошлое предполагаемой куртизанки со сладким псевдонимом не отличалось целомудрием. Анастасия несколько лет танцевала в ночных клубах Калининграда в стиле гоу-гоу. Проще говоря, у шеста. А позже на одном из сайтов знакомств появилась анкета, где она предлагала свои интим-услуги. Мы ходим в нашу группу, мы видим только нашу группу. Все. Я вижу своего воспитателя, я вижу свою нянечку. Я знаю, что они хорошие. А как и чего-то. Если они так делают, занимаются этим, что говорить тогда, а потом, в дальнейшем. Все-таки у нас девчонки, дочки. Педагог должен соответствовать каким-то моральным требованиям, моральным нормам. И заниматься воспитанием детей такой человек, я считаю, что не может. Но в отношении вот этой девушки, которая подозревает, ну, знаете, деревня есть деревня. Кто-то сожгла где-то, как говорится, одна бабушка одной на ушко шепнула. Да, это личное дело у каждого. Сказать, чем хочется заниматься. Главное, чтобы за дитями присматривали. А остальное личное дело. Ну, конечно, не в хорошем отношении так я была бы, а не что она так... Гулящая. Новость о ночной жизни молодого педагога сегодня взбудоражила всю Россию. Возможную жрицу любви уже вызвали в областное министерство образования на объяснение. А само ведомство в ближайшее время намерено провести проверки во всех дошкольных учреждениях региона. Впрочем, подтвердить факт интимной связи за деньги будет непросто. На видео девушка отказывается брать сумму в 3000 рублей и просит положить купюры на стол. Какие деньги, почему он туда ее положил в сторону, это уже доказывает. Второе, ну, нужен же регулярность подобной профессии, чтобы признать это именно регулярным доходом. Поэтому для девушки это что? Ну, общественное порицание. А вот действие автора ролика попадает под статью Уголовного кодекса. Олег Александрович признается, что с удовольствием стал бы на юридическую защиту Анастасии. Ведь она может оказаться и жертвой провокации. По одной из версий девушку мог подставить ее бывший ухажер. Мы же видим, что это незаконно сделанная запись скрытой камерой, без уведомления того лица, которого исполняется, так еще и размещенная в интернете. Однозначно, здесь того человека, если это будет доказано органами правоохранительными, кто сделал эту запись, он понесет наказание очень серьезное. Тот человек плохой, эта девушка, конечно, не вызывает симпатии, но, к сожалению, так сказать, жизнь. Если причастность педагога к занятию проституцией подтвердится, девушке грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей. А тем временем случаем уже заинтересовалась Общественная палата России по вопросам детей, семьи и материнства и направила письмо на имя министра МВД с просьбой разобраться в ситуации. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город.